Добрый день. У нас сегодня очень узкая компания. Аслан Арцуев и мы, Непрага, хотим обсудить один единственный вопрос. Вопрос, который сейчас искусственно, на мой взгляд, возогнан. Вопрос Ранзана Кадырова, который просто измусолили все. Я не буду ничего сейчас комментировать, я лучше сразу тебе слово передам. Расскажи, пожалуйста, что там происходит? Вся эта вот катавасия с российскими либералами, которые воют и собирают подписи. И что на самом деле? Спасибо, Андрей. Привет, Инна Андрей. Спасибо за вопрос. Очень, да, сейчас они накручивают ситуацию с Кадыровым. Он там грозится оторвать всем головы, оторвать, отрезать, перевести из Чеченского. И не он только один. Все российские чиновники во временно оккупированной Чеченской Республики резко стали кому-то грозиться оторвать головы. Причем отрывают они головы своим вчерашним коллегам, те тоже россиянам. Это такие внутрироссийские оппозиционные разборки, когда верховный судья Чеченской Республики, его сыновья. Вообще, за пределами моего понимания, у меня иногда происходят такие короткие замыкания, я не могу понять в голове, что происходит. Человек, который осуждивает, выносит приговоры, осуждает людей, которые стоят на позициях радикального ислама или же их представляют как стоящих на позициях радикального ислама. В это время, в это самое время, когда папа выносит такие приговоры, там людей сажают, в это самое время его сын в телеграмме или ВКонтакте и Одноклассника, тогда телеграмм, тогда не был таким раскрученным, 2013 год, 2015 год, ведет вот эту религиозную борьбу за чеченский народ, грубо говоря, его сын, значит, верховный судья, и он ведет эту деятельность тогда, когда его папа имеет судебную неприкосновенность, и она распространяется и на детей тоже. И Кадыров его задерживает за вот эти вещи, и, как говорят, там полтора года он проводит, или полгода проводит в тюрьме, после этого папу снимают, папа уходит с должности верховного суди, и после этого у них возникают такие личные какие-то неприятные, личные неприязненные отношения у них возникают. И сейчас, когда, я даже не знаю, за что Кадыров и вот собрали этот народ и объявляют им какую-то кровную месть, они по разным поводам выносили смертные приговоры, убивали людей, но чтобы вот так происходило, на моей памяти в первый раз, первый раз было, когда Магомед Даудов, председатель парламента Чеченской Республики, объявлял кровную месть блогеру, тоже симулянту, диссиденту в кавычках, который тут и в Европе, это для получения политического статуса, я так полагаю, это происходило, чтобы этому дали политический статус. Сейчас же в семье Ингулбаевых просто выносит такой смертный приговор, об этом говорят, это ни в какие чеченские адраты, чеченские законы, это никак не лезет, исламские, мусульманские, это тоже никак не лезет, и в российские тоже, как мы понимаем, записано, по крайней мере, в уголовном или процессуальном кодексе, этого нет, понимает, что если ты что-то сказал на Рамзана Кадырова, на каких-то святых людей, а у Лия у нас есть такие люди, святые люди, и что вот им за это нужно отрезать голову и так далее, происходит консолидация анти-кадыровской оппозиции внутри российского общества, это блогеры разного типа, вот этот судья со своими сыновьями против Кадырова, но не против Путина и оккупационной власти в целом в Чеченской республике. И я, который постоянно критикует Россию, ФСБ, Путина, Патрушева, и меня пытаются пристегнуть к этой оппозиционной, анти-кадыровской оппозиции, вот этой группе лиц. Давай, чтобы было всем понятно, потому что для тебя это очевидно, но я уверен, что для большинства людей вообще непонятно, что такое анти-кадыровская оппозиция. Давай вот на этом остановимся, потому что никто, я уверен, не понимает, что такое анти-кадыровская оппозиция. Я понимаю, люди, которые... Ну, там, правительство Ичкерии, да, там... Я понимаю, кто это такие люди. Люди, которые воевали с Россией. И я понимаю, что это за люди. А что такое анти-кадыровская оппозиция? Как она вообще... Где она существует? Она в России существует? На Западе? В Турции? Где? Вот опиши, пожалуйста, чтобы понимать, кто это за люди. Оппозиция... Ну, вначале, скажем так, что мы представляем... Нам представляют Кадырова какой-то независимой такой силой, которая там жесткой рукой управляет Чеченской республикой и так далее. Вот недавно Яшин говорил, Кадыров захватил власть там и так далее. Вроде бы, да, можно сказать, захватил власть и так далее. Но здесь терминология имеет большое значение. Захватить власть Кадыров не мог никак. Его назначил Путин и Россия. После кровопролитнейших сражений, геноцида, войны, терения с лица земли городов и других населенных пунктов в Чеченской республике, Кадыров Ахмад, папа Рамзан был назначен. Их было несколько кандидатур, которые ходили на поклон в Москву, там договаривались. И Путин сделал ставку, Путин там, администрация президента КГБ, сделала ставку, ФСБ, сделала ставку на Ахмада Кадырова. Потом его взорвали. И есть большая уверенность уже на том, что за этим стояли опять те же силы, которые его и назначили на этот пост. Так как по какой-то причине он им был неугоден. И после его убийства назначили Рамзана Кадырова, человека с трех классом образования. Этот человек ничего не может сделать сам, не может никакую республику поднимать. Он ничего не может, кроме как выступать по телевизору, когда на него показывают камеру и говорить то, что ему конкретно сказали. И он об этом сам неоднократно говорил. Есть, чтобы было понятно, система управления в Чеченской республике. Есть такой орган, как РОЖ, региональный оперативный штаб. В этот региональный оперативный штаб входит начальник УФСБ, субъекта, в данном случае Чеченская республика, временно оккупированная. Начальник МВД, это у нас Руслан Алханов такой есть сейчас, тоже рядом с Ахмадом Кадыровым был. Глава региона, потом объединенной группировкой северокавказских войск, там силовики военные туда входят. И вот эта группа лиц, которая входит в этот РОЖ, возглавляется начальником УФСБ по Чеченской республике. И ныне сейчас Сергей Кочнев, Игорь Кочнев, а до этого был Игорь Остиков. И всем управляет, а Кадыров является еще, кроме того, что он входит в этот РОЖ и не играет в главные скрипки, он еще является человеком Золотова и Путина, Золотова, администрацию президента. Поэтому жалобы, когда поступают на Кадырова, Пескову и Путину, они вообще бывают очень умилительны со стороны наблюдать, когда ты прекрасно знаешь, что вы жалуетесь маньяку на его топор. Он слишком тупой, замените на новый топор, потому что этот топор больно тупой. Слава, это-то еще люди готовы понять, да, вот то, что ты говоришь. Я вот это с теми рассказываю. Я-то это уж хорошо понимаю, но кто такие эти кадыровские оппозиции? Вот это у меня вопрос. Это я, чтобы было для наших неискушенных в чеченских реалиях зрителей, было такое немножко отступление и пояснение. Так вот, внутри Чеченская республика Ичкерия и свободные Ичкерии, в понимании российского общества, той же Милашиной, которая говорит, что уже все, чеченцы уже другие, там Собчак, там другие светские львы и львицы, они считают, что мы, чеченцы, свободные чеченцы, уже закончились. Нас нет, с нами считаться не нужно. После Ичкерии, независимой Ичкерии, свободной, появился и Марат Кавказ, который был объявлен доком, доком Умаровым, последним легитимным президентом Чеченской республики Ичкерия. Затем был объявлен и Марат Кавказ, и Исламское государство, там была такая-то тоже спецоперация российских спецслужб. И после этого все, чеченцы закончились. Остались только те, кто за Кадырова, и те, кто за Россию, но против Кадырова. А мы как бы маргинализуемся, свободные чеченцы, которые 95% и которые в абсолютном большинстве не поддерживают ни Россию, ни Путина, ни Кадырова. Нас как бы уже списали, как бы они предполагают, хотели бы они, списали со счетов и о нас не говорят. Так вот, у Кадырова есть оппозиция. Эта оппозиция не может выступать в лице оппозиции, потому что любой 95% чеченцев не поддержит эту оппозицию. И этой оппозиции нужно выступать под соусом вот этого религиозного, религиозным соусом, где вот что мусульмане, это безошибочно, мусульмане все чеченцы, 100% считаются чеченцы мусульманами. Поэтому эти люди не говорят, что мы за то, чтобы сменить Кадырова и там поставить, например, есть такой Алу Алханов, бывший чиновник, генерал милиции и так далее. Сейчас он, по-моему, советник президента Путина считается. И есть другие чеченцы, которые бы хотели сместить Кадырова, но остаться в составе России. Это те же люди, я их называю так, я их называю завгаевцы, которые были против Дудаева. Вот эти новые, которые, кому сейчас принадлежит Ингубаевы и все эти люди, они всегда были на стороне России, всегда служили России, были. А этих Кадыровских они называют бывшими боевиками. И вчера были против России, потом амнистировались под гарантией Ахмада Кадырова и стали на сторону России. И вот между ними есть вражда. И это борьба за власть, скажем так, может, как таковой вражды у них и нет, но вот за потоки финансовые, вот за это у них вражда есть. И одной и другой стороне нужен чеченский народ. И вот они всячески пытаются его привлечь под религиозным соусом. Кадыров это делает тоже и религиозным, и как человек, который имеет все рычаги власти на сегодняшний день в Чеченской республике, у него больше сил. И вот оппозиция Кадырову – это вот эти разные блогеры, которые выступают и всегда называют, критикуют только лишь Кадырова, а не Россию, Путина, ФСБ, Патрушева и так далее. А выступают против Кадырова. Это семья Ингубаевых, который федеральный судья и бывший. Это есть такой Руслан Кутаев, тоже он выступает за то, чтобы мы были в составе России, что мы не уйдем из России, мы не можем отказаться от самой богатой страны в мире. Он говорит, мы будем президентом России и так далее, и так далее. И вот эти люди и есть те, которые сегодня выступают против Кадырова. И я представляю сторону людей, которые не критики Кадырова и не оппозиция Кадырова, то есть оппозиция внутри российского правового поля. Я человек, который выступает не за смену надзирателя в камере, а за то, чтобы невинный абсолютно свободно должен, свободно чеченский народ выйти из этого гулага народов из России, и смена одного, может быть, даже на хорошего надзирателя в тюрьме. Для меня и для нас это не играет никакой роли. Мы не собираемся жить в составе России и быть частью России. На Кавказ реально, в конце концов, я им отказывался давать интервью, потому что вижу, как они подыгрывают вот этой оппозиции Кадыровской и хотят сместить Кадырова. И все равно меня приписали критикам Кадырова, только лишь Кадырова, хотя я наставил. Сегодня вот этот ролик вышел, буду писать жалобы. Никакой я не... И знаете, как выступается? Если я говорю, что я не критик Кадырова, а критик России, Путина и так далее, говорят, я заснанный Кадыровым человек. И получается, что Россию Путина, его хозяина, критиковать это можно, а вот самого Кадырова нельзя. Ну, бред происходит в головах у этих людей, которые пытаются и меня пристегнуть к кадыровской российской, внутрироссийской оппозиции, которым являются Яшин, Абдурахмановы, Ингулбаевы и другие товарищи. Среди них есть и люди, которые абсолютно не понимают, что происходит, и вот на этой религиозной волне пребывают среди них. Это честные люди, имеется в виду, они несознательно на стороне русских оккупантов, российских оккупантов, но они являются, как о них говорил еще Ленин, полезными идиотами, которых используют. И таких, к сожалению, тоже какое-то количество есть. Ну да, но получается, что еще проще сказать, то развели просто на этой религиозной теме людей. Абсолютно, абсолютно. Позвольте мне, значит, таким языком говорить, но просто, чтобы совсем было понятно, да. Берут исламскую проблему, берут религиозную тему, понимают, что это важно для чеченского народа, потому что, ну, так это есть, да, это правда. И педалирует эту тему так, и пихает ее, чтобы запихнуть насильно вот в эти тиски, да. А скажи, пожалуйста, а вот те, которые антикадыровцы, да, которые оппозиция, да, такая вот эта оппозиция, они тоже к Путину ходят за советами или куда они ходят? Или кто у них там куратор в Кремле? Ну, смотрите, да, можно из этой кадыровской оппозиции, которую Яшина тоже можно приписать, можно сказать, что Яшин самый из них дерзкий и смелый. Он обращается, чтобы сняли кадырова не к Путину лично, а к народу и собирает петиции. Остальные обращаются к Путину. Это Абдурахмановы, один из братьев, Глубаевы просят, пожалуйста, снимите, требуем снять Кадырова, скажите ему, чтобы он нас не убивал. Но не говорят о самом Тарке, не говорят о самом Путине, не говорят, что Путин является архитектором вот этой системы власти, что КГБ стоит за всем этим, что они убивают людей. И ведь не случайно, когда в 2017 году массовые казни производились на территории Чеченской республики в несудебные казни задержанных молодых людей, после того, как это стало достоянием общественности, когда об этом начал писать новая газета и другие там правозащитники, перевели Чеченской республики Игоря Хвостикова, который являлся начальником УФСБ по Чеченской республике, а не Кадырова. Кадыров как таковой на самоубийство, на эти казни, он не влиял. Да, он контролировал, он это все знал, все это видел, контролировал, имеется в виду наблюдал. А все это организовывал, контролировал УФСБ по Чеченской республике. Органом власти, органом непосредственного управления Чеченской республики является УФСБ по Чеченской республике. А вот эти товарищи, они обращаются не к сместить Путина, а сместить Кадырова. Поэтому нам и вам, русским, и нам, людям, ищущим правду, свободным чеченцам и русским, которые тоже хотят для своей страны, хорошо сделать для России, эти люди не товарищи, они не против Путина. Они не имеют даже права, я их называю РосОПы, они российские оппозиционеры. РосОПы и чеченские, чеченского разлива, и русского, они хотят встроиться в эту систему и иметь какое-нибудь хорошее место под солнцем, но никак не менять систему, чтобы народы получили свободу. Поэтому Путина не критикуют. Критикуют, когда я же постоянно им говорю. Так не можем говорить с тобой, потому что мы знаем про Яшина того же и же с ним, что они и против Путина тоже выступают публично. Это не совсем так. Там, наверное, сложнее немножко ситуация. Потому что если мы с тобой скажем, что они не критикуют Путина, нам скажут, ну что вы, ребята, это неправда. Яшин критикует Путина. Нет, да, конечно, они критикуют Путина. Я имел в виду, конечно, в первую очередь чеченских вот этих оппозиционных РосОПовцев. Но, например, критиковать Яшин, да, Яшин критикует, там они с Немцовым написали про дворцы там и так далее, и так далее. Но почему же Яшин тогда не пишет про взрывы домов в 99-м году? Почему убийство Немцова, называя другом Немцова своим, он это все списывает на кадыровцев каких-то? Ведь он прекрасно знает, что есть, даже если всего, что мы сейчас тут рассказали, он этого не знает, но он знает, что есть связь между Путиным, Золотовым и Кадыровым. Все это прекрасно известно. Он не говорит о взрывах в 99-м году, он не говорит о геноциде чеченцев, о других вещах. Критиковать Путина определенным лицам российской оппозиции все-таки можно. Даже в какой-то степени нужно. Тот же Соловей, например, есть, который тоже может что-то сказать там даже про Путина. Но при всем при этом выступать и вести какую-то определенную линию в этом направлении, работу в этом направлении ни в коем случае нельзя. Царь, он неприкосновенен. Можно там с боярами где-то разбираться. И я, например, выступал против некоторых блогеров, чеченоговорящих, которые все время критиковали Кадырова. И я им начал объяснять. Ну, сперва я думал, эти люди не понимают, что происходит. И потихонечку начинал разъяснять это. И все равно продолжалось. Кадыров, Кадыров, Кадыров. Ну, я начал больше и больше объяснять. И эти люди перестали со мной общаться, начали на меня возводить разную ложь и так далее. И в итоге они были вынуждены все-таки иногда говорить о Кадырове в контексте. Потому что другие чеченцы начали задавать вопросы, их зрители начали задавать вопросы. Ребят, почему реально вы все время говорите только про Кадырова? Ведь Дудаев, когда началась война, это выражение очень распространено среди чеченцев. Дудаев сказал, когда внутри вот эта так называемая оппозиция мешала им работать, Дудаев и его товарищи сказали, надо зачистить этих товарищей Чеченской республики. И Джохар сказал, что нам надо не с хвостом дракона, а с драконом, который в Кремле находится, с ним бороться, с головой этого дракона, который находится, а не с хвостом, который здесь, в Чеченской республике. Потому что хвост можно отрубать сколько угодно, как у ящерицы, и будет вырастать новый у этого дракона. И мы это все знаем. История получилась страшная, потому что, я говорю, я какое-то время потратила не один день, чтобы почистить френд-ленту. То есть я заходила, смотрела статус человека, у него первым делом висит вот этот ужас, караул, чеченизация России. Чеченцы захватили Россию, понимаешь? И это вот новый нарратив, в который очередная волна пошла. Я говорю, да что же это такое? Подпишите петицию Яшина, подпишите. А, вы боитесь? Вы боитесь Кадырова? У нас есть единственный Яшин, он такой смелый. То есть вот такое. То есть что с этим человеком говорить? Как ему объяснять? Я не знаю. Уже дошло до того, что говорят, Путин боится Кадырова. Путин уже боится. Он просто перестанет финансировать этого человека. Не говоря уже о том, что он может по закону просто снять его, заменить на Демельханова, на Даудова, ну сколько их там вокруг, на любого другого. И ничего не изменится. Кадырова как таковой не представляет из себя ровным счетом ничего. Да, надежный для Путина человек. То есть оболванили людей очередной раз. Я вот вижу, как очень сильно оболванили. Например, вот Current Time каждый день делает пост в социальной сети. Сколько человек сегодня подписала Яшину петицию? Сколько сегодня? Сколько сегодня? То есть это же не просто так, какой-то сидит там Петя, управляется соцсетями от Current Time. Правда? Страницу Фейсбука ведет. То есть он знает, что он делает. И пишет тут сколько. Давайте больше, больше людей подписывайте. Русскоязычный канал «Настоящее время», «Кавказ Реалии» просто откровенно пиарят оппозицию Кадырова. И они таким образом, видимо, представляют на деньги американских налогоплательщиков все это происходит. Представляют, что они таким образом сместят Кадырова и как-то ослабят Путина. Наверное, если это заинтересованы какие-нибудь американские товарищи. Но это не так. Не так. Кадырова, во-первых, не снимут. Просто это будет громоотводом лишним. Во-вторых, за место Кадырова назначится другой такой же человек. И эти банды, которые управляются в Чеченской республике, они не принадлежат Кадырову. Если кто-то на Западе думает, что это Кадыров имя управляет. Да, они представляют с Кадыровцами. Они на камеру могут сказать, да, мы все Кадыровцы и так далее. Но когда происходило убийство, вот в 2017 году массовая казнь этих людей, ФСБ присылало фамилии у ФСБ, банда у ФСБ по Чеченской республике и Игорь Хвостиков, они присылали фамилии, кого задерживают. Когда задержали следователей от УФСБ, приходили в полк, второй полк имени Ахмада Кадырова, и там допрашивали этих людей, именно ФСБ это делало. И потом, когда 13 человек именно во втором полку, они определили для казни, вот у ФСБ по Чеченской республике присылало подписки, они выйдут и фамилии, кого казнить. И второй полк имени Ахмада Кадырова, это армия УФСБ по Чеченской республике, а никакого Кадырова. Если кто-то думает, что если направить все силы и сместить Кадырова, прекратятся, и вот эта армия Кадырова, так называемая армия Кадырова, она вместе там расслабнет, там еще что-то, ничего подобного. Все это принадлежит УФСБ и администрации Путина. Поэтому ничего не изменится, только лишь снятием одного Кадырова. Не надо кусать хвост, когда есть голова. Вот о чем речь. И в настоящее время Кавказ-Риале абсолютно нагло подыгрывают этому. И сейчас они уже договорились до того, хотя я везде подчеркиваю, где даже это не нужно, что я не являюсь оппозицией Кадырову. Я являюсь диссидентом, несогласным с оккупацией страны и России, фашистской России, сегодняшней России. И вместо этого, хотя я об этом везде пишу, вместо этого меня приписывают опять критикам Кадырова и так далее. Они хотят как лучше тебе сделать. Ты не понимаешь своего счастья. Они же тебе хотят лучше сделать. Знаешь, Аслан, на самом деле эти проблемы, мне кажется, намного сложнее, чем только вот это. То есть понятно, что это тяжелейшая проблема нынешнего момента. Но если отодвинуть горизонт, отойти дальше и посмотреть на все это немножко издалека, то мы, я сейчас говорю не про Чеченскую республику Вичкерии, я сейчас говорю про российскую оппозицию. Потому что вот эта критика Кадырова и вот эта вся история с оппозицией, это напрямую связано с российской либеральной оппозицией, которая сейчас... Вот какая есть, такая есть в России. Так вот если отодвинуться назад и посмотреть, то мы увидим, что все эти люди почему-то настойчиво и упорно отсчитывают проблему, которую они, в принципе, признают. Да, большинство из них признает, что есть проблема. От 99-го года. Вот у них, они готовы, многие из них, ты вот говоришь, что они не говорят про взрывы дров. Это не так. Многие из них говорят про взрывы домов. И многие называют имя Путина. Это особо не слышно их. Нет, Аслан, ну это не совсем так. Мы разговариваем, есть люди, которые... Ну вот, а слышно, не так их много. Нет, не так много, да. Большинство пока не дошло. Но я уверен. Хотя уверен, что пройдет полгода, и это будет абсолютно общим местом. Потому что тенденция видна, что это нормально для них. Они готовы это познавать. Но там есть следующий порог дальше, если отодвинуться дальше. Вот там очень тяжело. Потому что ведь на самом деле никакого разрыва между Путиным и российской властью, как таковой, которая возникла в 91-м году или в 90-м году, неважно как считать, ведь нету. Путин – прямое продолжение той власти, которая начала войну против независимого государства. Но вот эта оппозиция российская, которая сейчас локально борется с Кадыровым, еще с кем-то, может, даже с самим Путиным, она абсолютно не готова признать самую главную проблему, что Россия изначально агрессор. Россия изначально страна, которая напала на другой народ. Если мы только локализуем это вокруг Чеченской республики, там еще много других проблем, да? Окей, мы просто сейчас ограничимся только Чеченской республикой. Так вот в этой проблеме Чеченской республики все идет не от Путина, на которого они пытаются сейчас… Видишь, как сейчас получается? Вот этот Путин, он плохой, да, плохой. Это я говорю про тех, кто антипутинцы. Вот он плохой. Только все остальное нормально, Россия нормальна. Мы сейчас Путина заменим на другого, более хорошего Путина. Или не Путина. И все станет нормально. И Россия станет нормальной страной. И мы заживем сладко и весело. Всем это все очень будет хорошо. Вот только Путин нам мешает. Понимаешь, проблема-то в чем? Это только чуть-чуть тогда двинуться назад. На самом деле, если она двинуться еще дальше назад, то мы увидим, что вся эта Российская империя, вот как таковая, как образование вот этой опухоли российской, она всегда такая. Она никогда не менялась. Ни при каких революциях. Ни при 1905-го года, ни 1917-го, ни при царе. Никогда она не менялась. Она всегда одинаковая. Это все одно и то же. Но окей, я хотел бы хотя бы с 1991-го года начать. Отодвигаться. Давай попытаемся сказать им, что, ребята, хватит. Хватит ставить точку на Путине. Не в Путине дело. То есть Путин-то, понятно, кто. Путин просто преступник, который... Там доказывать ничего не надо. Но им же надо посмотреть на это шире. Им надо понять, что проблема в них самих. Это они и есть эти люди. И эта оппозиция, которая себя считает частью демократической России, они так себя определяют, как демократическая Россия, они сами по себе и являются проблемой. Потому что именно они поддержали эту власть. Они, многие из них... Абсолютно ты прав. Именно так, Андрей. Власть Путин не захватывал. Его как преемнику Ельцин ее передал. Изрывы домов, когда происходили, подготовка. Эти изрывы домов произошли в сентябре. А ведь подготовка к ним шла чуть-чуть раньше, скажем так. Шла вербовка, подготовка, взрывчатка, машины и так далее. Все это же готовилось. А до этого Путин был директором ФСБ. Я считаю, что и Ельцин, и Путин, это все система КГБ, которая контролировала. Если вы обратили внимание, когда встречались Яндербиев и Ельцин в 1997 году в Москве, Ельцин хотел посадить Завгаева, вот этого оппозиционера, так называемого, напротив Яндербиева, а сам сесть во главе стола. Это была такая классная картинка, как его понимают. Это Россия всегда пыталась сделать, чтобы такая чеченизация происходила. Вот это возвращаясь к тому же предыдущей теме, о которой мы говорили, что вот они хотят сделать наш конфликт, чеченизацию гражданским конфликтом, чтобы уйти от ответственности за те преступления, которые они совершили против нас. И когда Ельцин сидел с Зелимханом Яндербиевым, рядом с ним сидит Лобов. Вот этот человек, Ельцин, к нему поворачивается, когда что-то... Ему Яндербиев говорит, Борис Николаевич, нам не нужно с глазу на глаз с вами поговорить, мы все вопросы решим, просто нам нужно поговорить. И Ельцин поворачивается к Лобову и говорит, ну типа, а зачем, не буду я с вами один на один разговаривать и так далее. И тогда вмешивается Лобов и говорит, мы живем в демократической стране, а что у вас, что-то есть скрывать и так далее, и так далее. Конечно же, власть в России всегда и не отпускала эту власть в момент полного захвата и отстранения военных от власти еще со времен Андропова. Эта власть не уходила из рук КГБшников. Они вынуждены были, когда Советский Союз, колхозная система, не выдерживала перейти на экономические рельсы рыночной конкурентоспособной экономики. И, конечно же, нужно отчитывать с 91-го года, еще раньше даже можно отчитывать. Но вся эта система, конечно же, принадлежит КГБшникам. И те демократы, которые в 91-м году реально поверили, вышли, они по большей степени или же стали такими маргиналами, которых сейчас мало кто говорит, отодвинутые от власти. Хотя их Америка поддерживала, Запад поддерживал в начале. А потом, когда большие контракты, видимо, пошли, и не стали их, наверное, поддерживать. А так власть вся, просто смени вывеску, осталась той же КГБшной имперской властью, которая может только захватывать и не пущать. Ничего не изменилось. Россия как таковая, какой была она, такой она и осталась. По сути своей, ничего не изменилось. И ты прав, да, надо отчитывать не от 99-го года, что очень важно, что взрывы домов, это уже непосредственно под юридическую ответственность Путина и Патрушева все это подпадает. Но есть и другие КГБшники, которые привели этого Путина к этой власти. И они все также продолжают находиться у руля. Их дети, их кланы, вся система не меняется. И ничего не изменится с сменой Путина, с сменой Кадырова, тем более, да, обычного топора. Ничего не изменится. Даже если придет Навальный, которого сейчас делают каким-то Нельсоном Манделлой, там сейчас он посидит пару лет, выйдет там и так далее, и станет, ничего не изменится, пока система КГБ, пока народы не получат свободу. Во-первых, народы должны в России, и русский народ в том числе, если она ему нужна. Большое сомнение по поводу, нужна ли свобода русскому народу. Ну и некоторым уже таким, я же не называю русским, можно назвать, я нас всех называю советскими, потому что пытались кого-то больше, в большей степени удалось сделать кого-то меньше, переформатировать такое безликое, безвольное, без моральных норм, и какое-то существо нас переделали. Ну, за редким исключением, конечно. У некоторых народов, я считаю, чеченцев это больше сохранилось, хотя мангутов и вот этих советтикусов у нас тоже появилось, таких людей. других народов побольше в этом отношении, людей, которые подверглись переломыванию, переламыванию вот этой сути человека. Нужно, наверное, распустить Россию, дать свободу всем народам, кто хочет этого. И пускай появляются разные государства, дальневосточные республики, Татарстан, чеченские, кавказские, только так. И остальное все это, это соучастие в этом во всем. Я вот немножко отступая темы и занимался, когда правозащита, я приходил в правозащитные организации и творился геноцид чеченцев, убивались люди, там массово что происходило. И я приходил и просил помощи, пытался с кем-то взаимодействовать. И была такая имитация. Да, защищались права каких-нибудь бабушек в Москве, у которой там с квартирой, с коммуналкой проблемы, в суд можно пойти. И иногда даже это бесплатно, иногда, правда, хотя это незаконно было, брались там какие-то небольшие деньги с этих бабушек и так далее. Но вот о том глобальном, масштабном процессе по уничтожению целого народа, который происходил вот и сейчас, в данный момент, об этом эти правозащитники не говорили. При этом фотографии Анны Политковской и Натальи Истемировой, они были обязательны во всех правозащитных организациях Москвы, по крайней мере. И такой уголок. Они погибли за то, что защищали чеченцев. Их уголок – это такое святое место в правозащитном отделе организации. Но о чеченцах, за которых погибли вот эти две великие женщины, о них не говорят, когда даже ты затрагиваешь эту тему. И это был такой симулятор. Причем они жили на американские фонды, некоторые вот эти организации, и симулировали такую деятельность по защите. То же самое происходило и в целом в стране. Демократы говорили за права, за демократию, свободу слова, свободу прессы. Но они отказывали в этом праве тех, кого они называют россиянами, между прочим, чеченцам. Их убивали, им не давали слова. До сих пор, Андрей, вы видите, с чем мы сталкиваемся постоянно. Это только наш невъемный энтузиазм и то, что мы никогда не отступим от этой идеи, нам не дают сдаться. А так, ну, все просто пытаются не говорить, замалчивая, где-то подколоть даже пытаются, если прямо не могут что-то в лицо сказать. Поэтому все демократическое общество, оно посчитало, что прав чеченцев можно лидить. Об этом можно не говорить. Да, там Путин, армия российская ФСБ решает. Ну, и все, они решат. Ну, так не работает это. Потому что те, кто лишают прав чеченцев в Чечне, совершая геноцид, вот эти Гиркины, Будановы и все остальные, они из русского общества, они возвращаются, и это кадры уже для того, чтобы покорять уже русских, закабалять еще больше их там, заставлять делать то, что хотят. Поэтому система должна быть разрушена. Нужно вернуться к правде, к честности. Надо говорить на самом деле стопроцентную правду, как бы ее тяжело ни было. Рассекретить архивы КГБ, старые архивы КГБ. Вот сейчас Дмитриева посадили. Реально это можно считать одним человеком в России, которого вся российская оппозиция, я его поддерживаю, хоть я не российская оппозиция, но вся российская оппозиция должна была поддерживать Дмитриева, который за то, что он вот эти массовые расстрелы раскрыл, ему дали срок, человек не выйдет, ему дали посмертно, пожизненно срок, потому что он не выйдет, он и так больной человек, взрослый человек, фактически обвинив в чем, вы знаете, его в Петербурге, что у него там это бред вообще, стоит только начать заниматься правозащитной деятельностью, какой-нибудь честной деятельностью, как Дмитриев, на самом деле принципиальнейший человек, и все, вас и запачкают разной этой клубничкой с запашком и так далее, и так далее. Ну мы же помним, мы помним, как Буковского объединили, да? Да. Так что тут ничего нового-то нету, это всем понятно, я думаю, что это всем понятно как раз, но так устроено российское общество, оно таково. А ты знаешь, вот ты сейчас сказал, что подмигивают там, да? Ну мы же с тобой присутствовали на форуме в польском городе Карпач, и мы помним, как этот российский, я не знаю уж его называть, оппозиционер или псевдо-оппозиционер, потому что те, кто вокруг него там крутились, да, наверное, не очень вызывают ощущения оппозиционеров. Но тем не менее, мы помним, что он кричал тебе, да, что, а где ваше, где, кто вас признал, где у вас посольство? Сейчас, да, вот сейчас мы видим поддержку Украины, слава тебе Господи, да, я не знаю, может, как-то поменялось там что-то в сознании у людей, или уже просто дошло до предела, да, ну слава Богу, да, но мы видим, как Беларусь оставленная, в общем, практически на растерзание Лукашенко. И Грузия оставлена. И Грузия оставлена на растерзание Путина, в данном случае чисто Путина, да, а Чечня просто сдана вообще. Вот просто сдали, и все. Никто, никто. Хотя, хотя, а что дальше-то будет? Дальше будет то же самое, да, вот представим, представим сейчас вот, что это все лопается. Я вот почему-то у меня такое ощущение, что это лопнет скоро образование, под названием Россия. Ну, не может она так долго выдержать. Вот все говорят, о, это Россия еще там. Ну, хрен его знает, она может быть скоро развалится. Андрей, распадется. Мне знаешь, что кажется, вот все это время Запад, Соединенные Штаты, Англия, западные сильные страны, западная цивилизация, которая имеет доминирующее на сегодняшний день, объективно доминирующее положение уже много десятилетий последних, если не больше, если не века. И все это время они пытались спасти Россию. И всегда, всегда, вместо того, чтобы содействовать развалу России, они всегда пытались содействовать ее сохранению, спасению. И в это очень трудно поверить логике человека, который находится внутри России, Советского Союза. Ну, как? Мы же все ненавидим, да, весь Советский Союз ненавидит Запад, Америку, уроки ненависти к Америке, и к Западу. Это наше, это наше все, да, нас готовят к этому, обучают. И, несмотря на это, Запад пытается там ножками Буша, там, этими кредитами, как-то еще, помочь там, ленд-лизами, теми же самыми. и я думаю, что теперь на Западе приняли решение, что не будут спасать Россию. Я вот это вижу по наблюдениям и так далее. И я думаю, что идет реально, раз столько говорили, нас хотят развалить, нас хотят развалить, мне кажется, что теперь реально взят курс на то, чтобы переформатировать Россию, разделить ее на части. И это такой долгий процесс, но он уже неизбежен по своему направлению. Россия сама к этому подводила, очень много, Путин к этому подводил, что, мне кажется, Запад теперь, если не изменится что-то, да, и опять что-то там придет какой-нибудь там человек, который, хотя один человек это тоже не решает, мне кажется, и принято решение уже окончательно что будет передел Россией. И мы должны просто к этому подготовиться. И те оппозиционеры, которые пытаются встроиться в новую вот эту путинскую систему и кормиться, мне кажется, им нужно подумать о том, что они на последний момент запрыгивают на этот вагон, который уже приехал на свою конечную станцию. Им нужно по-другому чуть-чуть, и, конечно, мы себе конкурентов наберем, раз мы убедим в этом, но тогда быстрее произойдет процесс переформатирования России. Я это так вижу. И приговоры здесь, в Берлине, этому Вадиму Красикову, самый тяжелый, самый-самый суровый приговор по немецкому законодательству, это тоже очень хорошо демонстрирует, что режим Путина и КГБ будет сливаться, будет просто по всем фронтам уничтожаться. Это, соответственно, переформатирование самой России. И я думаю, мы это увидим в ближайшие годы, если не месяцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok